Всем привет, с вами Priya. Сегодня поговорим о модификациях и подчеркнем тотально важные для старта в Battle for Azeroth. Все-таки осталось уже чуть больше, чем 24 часа, хотя вы можете посмотреть эти видеосик в любое время, поэтому скорее всего даже будет менее, чем 24 часа. Ну что ж, начнем. NPC Scan — аддон, который позволяет видеть каких-либо редких НПС на карте, и при приближении к этому НПС вы услышите характерный звук из своих динамиков. Далее. Advanced Interface Options позволяет раскрыть истинный потенциал стандартного интерфейса, а именно какие-либо цифры, какие-либо индикации. Открою сейчас, посмотрим все это более детально. То есть просмотр прозрачности карты в движении, гильдейских званий, имен гильдии, каких-либо званий, настройка чата, настройка боя, настройка текста боя. Старая, которая была еще во времена Пандарии, настройка неймплейтов, ну и более подробная настройка для людей, обладающих углубленными знаниями в использовании ядра Варкрафта. Далее. Аддон All The Things, о нем был недавно отдельный видосик. Аддон для коллекционеров, позволяющий не упустить ничего лишнего для своей коллекции игрушек, маунтов и питомцев. Angry Assignment. Аддон рейдерский, позволяющий писать ки-либо заметки по типу Exorcist Raid Tools. Далее. Angry Keystones. Аддон для Mythic+. Более раскрывающий стандартную полоску прохождения подземелий с опахальным ключом. Именно пишет количество смертей за все подземелье и количество смертей от какого-либо участника группы. Далее. Армори и Армори Гильдбанк. Это аддоны, связанные между собой. Некая база данных по персонажам, которую нужно наполнять путем захождения на этих персонажей, путем входа на этих персонажей. Вошли, зашли, подчекали профессии, подчекали банк, закрыли через крестик, а не через кнопку Escape на клавиатуре. И все это сохраняется. И в любой момент можно открыть любого персонажа и пролистать, какое количество предметов в коей-либо сумке, в ком-либо гильдбанке есть в наличии. Далее. Ауко-аукционер. Это аддон, который я выключил с целью того, чтобы использовать такую модификацию, как Enchantrix, которая пишет количество получаемой пыли при распылении какой-либо вещицы. Весьма интересная связка. Использовать ее, конечно, на ваше усмотрение и на ваш страх. Далее. Аукционатор. Основной аддон, который используется для манипуляции аукционом, позволяет более детально выкладывать какие-либо товары. И при определенной настройке получать чуточку больше прибыли. К примеру, можно настроить автоматическую такую вещицу, что все выкладываемые товары будут всего лишь ставиться на одну медную дешевле. То есть ни к чему ставить, к примеру, на одну золотую монету или там на тысячу золотых монет, как это любят делать люди, не обладающие высоким складом ума. Просто ставим на одну медную ниже, да и все. Далее. Автоконфирм ролл. Ох, вот это на самом деле весьма интересный аддон. Я не помню, для чего я его ставил, какую он сущность в себе имеет. Но если прочитать описание, то для автоматического принятия лута, что-то такого. Окей. Автотурнин. Аддон, который я включу при старте BFA. Аддон для автоматической обработки заданий. То есть все просто. Вам не нужно нажимать кнопку «Принимать». И вам не нужно нажимать, по-моему, кнопку «Завершить при завершении задания». Далее. Бэнкаунтер. Его надо удалить. Далее. Аддон «Бриз». Позволяет пропускать анимацию заданий в гарнизоне, оплоте. И, скорее всего, на корабле, который нам предоставят для отправки заданий в Battle for Azeroth. Хотя, по-моему, это вшито в стандартный интерфейс. Но он тоже не помешает. Багрейдер. Аддон, позволяющий выводить ошибки каких-либо модификаций или луа в чат. Без появления больших окошек, мешающих игре, по центру экрана. Весьма удобно. Далее. Детейлсы. Все привязанные к нему модули. Ну, аддон по типу рекаунта. Скады, позволяющий увидеть наносимый урон, исцеление, причины смерти, полученный урон. И все в этом духе для игрока. То есть, просто смотрим исход боя и кто что сделал полезного в течение этого боя. Сколько прерываний было, сколько рассеиваний было, оглушений и всего прочего. Энчантрикс. Про него уже было сказано. Далее. Эррор фильтр. Сколько я правильно помню, он действует почти так же, как и багребер. Экзорсус рейд тулс. Многофункциональный аддон. Позволяющий делать, в принципе, почти все. Отслеживание рейд кулдаунов, бояров. Отслеживание... Каких-либо таймеров и всего-всего прочего. Далее. Гарризон Миссион Менеджер. Аддон, позволяющий автоматически собирать группы для отправки заданий в гарнизоне Дренора. Гарнизоне Легиона. И, скорее всего, на кораблике в Battle for Azeroth. Если, конечно же, для этого аддона выйдет обновление. Гаттер Мэйт версии 2.0. Собирает информацию о расположении трав, руды, газовых облаков, что? Рыбных мест. Показывает ее на карте и мини-карте. Если сейчас открыть карту, то, скорее всего, даже будут некоторые залежи нам показаны. Ммм, ммм, ммм. Сейчас я найду. А, скорее всего, у меня не покажет по причине того, что у меня нету собирательных профессий. То есть, к примеру, если ваш персонаж обладает равничеством, то будут показаны только точки травы. А, ну хотя вот, кстати, кристаллы Древней Маны показаны. То есть, это с помощью Гаттер Мэйта. Идем дальше. Грифон Хайд, Грифон Ремувер. Совместные аддоны друг с другом. Хотя, один из них старый, другой новый. Что он позволяет делать? Он позволяет убрать грифончиков, которые есть в стандартном интерфейсе по краям. Мы заходим в интерфейс, заходим в вкладку «Игра», далее вкладка «Панели команд» и появляется кнопка «Скрыть грифонов». Отжимаем галочку, грифоны появляются. Нажимаем галочку, грифоны исчезают. Все крайне просто. Далее, Handy Notes. Аддон, позволяющий видеть сокровища рарников на карте. Ну и, конечно же, лут с них. Также существует до кучи модулей. Есть модуль для Battle for Azeroth, который относительно недавно вышел. А есть модуль для Дренора, для... Тыквенного события, как он правильно называется. Где еще конь всадника без головы падает. Тыковин. Вспомнил наконец-то. Для Легиона различные, для Огненного фестиваля, для Внепременного острова. Informant. Аддон весьма простой. Он дает нижнее окошечко, в которой, опять же, написано имя предмета, его item level, количество в пачке максимальное, кое возможно. Ну и для чего он нужен и продается ли у торговца. Ну и по какой цене там, к примеру, можно либо купить, либо продать торговцу. Идем далее. Inspect Fix. Я думаю, у многих людей случались проблемы при осмотре каких-либо персонажей. Либо персонаж далеко убежал, либо просто не хочет открывать его шмот для просмотра. Этот аддон просто фикчит это и при осмотре персонажа, какого-либо другого, вы всегда будете видеть его шмот, гемы, чанты и все такое прочее. Keybooster 2.0. Аддон полезный, я бы сказал, по старту контента, когда актуально проходить относительно невысокие ключи. И если у вас есть желание, к примеру, так сказать, погустить своих каких-либо друзей, сагильдийцев и прочих людей. Может там за голду, за другую валюту в принципе нельзя. То есть, когда мы создаем какую-либо заранее собранную группу, появляется галочка Showcase. И человек, который влетит к нам в заранее собранную группу, линканет при этом свой эпохальный ключ к нам в шепот, либо в шепот Battle.net'а, отобразится здесь с сокращением и с цифрой своего ключа. Весьма полезно при большом потоке людей, желающих попасть к вам в заранее собранную группу. Связанный аддон, скорее всего, с чем-то. Какой-то модуль, скорее всего. Лут-хелпер. Аддон для, по факту, рейдовой добычи. Для ее разрола, насколько я правильно помню, скорее всего в БФА все это будет неактуально, так как в рейдах сейчас не будет распределения добычи. Распределяет ответственный. Будет только персональная добыча. Так что, скорее всего, нужно будет стереть этот аддон. Маркинг бар. Это отдельная панель с метками. Метки как на пол ставятся, так и на игроков. Также есть модуль с РЧ и с проверкой ролей. Ну и с настройками, конечно же. Далее. Мастер-план. По типу Герризон Миссион Менеджера. Аддон, позволяющий быстро распределять задания соратников. Миг-скроллинг-баттл-текст. Это две полосы, летящие слева и справа. Слева это отхилл, справа это дамаг. Хотя вы можете, в принципе, сами все это дело настроить и поменять их местами. Это просто дамаг, летящий по сторонам. Ну и отхилл. То есть цифры, индикации, от кого получен отхилл, в каком количестве, уклонились ли вы от атаки, от какой атаки иконка небольшая рисуется. Весьма интересно для кого-либо просмотра. Далее. No Griffons. Аналогичный аддон по типу Griffon Hidek, Griffon Remover. А если какой-то из них не будет работать, то хотя бы он подстрахует. NPC Scan, о нем было сказано выше. Personal Loot Helper. Слишком сложные какие-то аддоны пошли напоследок. Очень много информации я вгрузил в себя перед тем, как дойти до этого аддона, а об этом уже, в принципе, забыл. Аддон, связанный с добычей. А, я вспомнил. Я вспомнил, что это за аддон. К примеру, на вас надета шмотка Эквипа 285, а другому человеку падает вещица Эквипа 290. И при условии, если он ее может передать, она же для вас лучше получается по этому левелу. Так вот, при условии, если он ее может передать, то вам будет написано сообщение в чат. И, ну, можно будет у него поинтересоваться, что нужна ли ему эта вещь вообще в принципе, или она ему ни к чему. Пишем ему и спрашиваем, что нужна тебе вещь или нет. Ну, по крайней мере, я помню такую функцию в этом аддоне. Сохранилась ли она по сей день. Весьма интересный вопрос. Но более детально этот аддон я не изучал. Либо просто не обращал внимания на ее функции. Скорее всего. Аддон Postal на поддержку почтового ящика весьма полезно. Premade Auto Accept Относительно недавно, около 3-4 дней назад, компания Blizzard выключила автоинвайт в заранее собранных группах. Этот аддон позволяет вернуть автоматическое приглашение. И при этом более детально. Видосик по этому аддону я закину в описание. И можете все внимательно рассмотреть. Далее Rate Achievement. При выполнении какого-либо достижения, а конкретно при его провале, будет написано сообщение в чат о том, что достижение провалено. Ну, а если критерии выполнены, то будет написано, что достижение выполнено. Аддон Scrap позволяет автоматически продавать не только серые вещи, а также зеленые, синие, эпические, возможно даже и легендарные, при особых настройках. Что нам нужно сделать? Мы открываем назначение клавиш, мы открываем вкладку модификации, листаем в самый низ, находим модификацию Scrap, находим строчку ToggleItem UnderCursorsJunk. Что означает, что это означает? А, ну что, то есть мы наводим на предмет, мы нажимаем кнопку, которую мы сюда вписали, и эта вещь будет добавлена в список утиля. Нажав дополнительную кнопку в окне торговца, мы продадим все вещи, которые у нас выделены, если таковые имеются в инвентаре. Окей, осталось совсем чуть-чуть. Сексикулдаун, синяя полоса на какие-либо кдшечки. Кдшечки. Да. Секси-мап это синяя руна вокруг карты, которая скрывает лишние, негорящие окошечки. Simple Eye Level. Аддон, позволяющий после просмотра персонажа, после наведения по его предметам, увидеть его суммарный средний уровень. В правом нижнем углу, то есть информация об игроке, его классе, гильдии, уровне, ну и о среднем item level. Далее, Simple Gold. Полосочка с голдой. Simulation Craft. Видео по его настройке, по его использованию есть на YouTube канале. А именно, видосик называется наивысший DPS из персонажей. Или что-то получаем наивысший урон из любого персонажа, что-то типа такого. Stop Resetting My Camera, это аддон, запрещающий изменения камеры. То есть мы можем ее отдалить примерно вот на такое расстояние. Стаби это модуль. Далее, TomTom позволяет ставить координаты на игровой карте. Далее, позволяет их просчитывать, также позволяет ставить метки, к которым мы желаем прийти, прилететь. Truffy GKD. Аддон, позволяющий увидеть, что вы юзали, как вы юзали, в кой момент, было ли между этим GKD какой-либо... Был ли между этим простой какой-либо... Простой будет показан таким вот пропуском. То есть все можно увидеть. Если вы играете, мягко говоря, не на показ, то есть не снимаете видосики или не стримите, то, я думаю, смысла в этом аддоне в принципе нет. Викаурус. Многосторонний инструмент для отображения графики информации, основанный на бафах, дебафах и других триггерах. Все верно. Аддон позволяет отслеживать какие-либо косты боссов, их направленность куда-либо и все такое в этом духе. Также позволяет видеть по центру экрана и вообще в любой области экрана, какую вы только хотите настроить. Какие-либо кд, бафы, дебафы и все в этом духе. Далее. World Quest Group Finder. Это аддон для создания либо поиска групп для локальных заданий. Именно для их выполнения. DigiCharacterStats. Позволяет видеть подробную статистику персонажа. По статам, по item level и каким-либо статам. Аддон Паван, связанный с Simulation Crafts. ДБМ. Всемирно известный аддон, позволяющий видеть косты боссов, через какое время, для какой роли этот каст направлен. То есть там показан значок щита для танков, крестика для хилов и мечика для дамагеров. Если какой-то DispelCast, то там завихрение небольшое. То есть все такое рассказано, расписано и полосочки появляются исправно. Ну и для него какие-либо модули. Вот такие вот аддоны используются в моем интерфейсе. Некоторые из них, конечно, больше стримерские. Некоторые из них все-таки я удалю после записи этого видосика. Ссылку на архив со своими аддонами я закину в ВК-группу. Именно обновлю обсуждение в ВК-группе. Так что на самом деле обязательно гляньте описание в этом видосике. Там вы найдете кучу полезных ссылочек, кучу полезных ресурсов. Всех вам благ, счастья, здоровья. Пользуйтесь только качественными модификациями. Извлекайте из них максимум полезности для себя, для своей гильдии, для своих соратников. Берегите ноги. До скорого. Продолжение следует...